По положениям Конституции России, которым должны соответствовать все законы России, вопросы войны и мира – это вопросы, которые должны решать исключительно члены Федерального Собрания России. Соответственно, должны решать депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, так сказать, сенаторы. Что касается войны, то о войне говорится в законе об обороне. Это статья 18 «Состояние войны». Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы других государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации. Все. Во-первых, как видите, по законам России есть всего два случая начала войны. Когда напали на Россию и когда напали на государство, с которым у России есть соглашение взаимопомощи. Других случаев нет. В 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города, Житомир, Киев. А как же сегодняшний случай, когда Россия напала на Украину, спросите вы? А такого по законам России быть не может, поскольку это является преступлением, предусмотренным статьей 353 Уголовного кодекса России. Цитирую. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Ведение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Подлецы тут же бросятся утверждать, что Россия, дескать, ведет не войну с Украиной, а некую спецоперацию. Оставьте это утверждение для тупых дебилов, поскольку оно аналогичному утверждению убийцы, что он не преступник, потому что он, дескать, не убил, а всего лишь насильственно лишил жизни. Согласно не только просто сути того, что происходит на Украине, но и комментария к статье 353 Уголовного кодекса, данного для дебилов юриспруденции, председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым и генеральным прокурором Юрием Скуратовым, военные операции, в том числе и специальные военные операции против другого государства с применением всех видов вооружения или ограниченного их набора, является ведением агрессивной войны. Понятие военная спецоперация вообще неизвестно законодательству России. С точки зрения незаконности использования этого понятия, понятие военная спецобасрация даже более точно описывает ту войну, которая ведется Кремлем на Украине. Второе, что следует из Конституции и статьи 18 закона об обороне, послать вооруженные силы кого-то убивать и самим умирать могут только депутаты и сенаторы Федерального собрания, приняв федеральный закон об этом. Но такой закон до сих пор не принят, хотя военнослужащие России тысячами гибнут на Украине. Почему не принят? Федеральное собрание уже кучу фашистских законов приняло, чтобы заткнуть протестующим гражданам рты, а этот закон о войне почему не приняло? Потому что помянутая выше председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев и генеральный прокурор Юрий Скуратов указали, что преступниками, развязавшими и ведущими агрессивную войну являются, цитирую, президент Российской Федерации, председатель правительства Российской Федерации, председатели палат Федерального собрания Российской Федерации, депутаты, министры и судьи. Старым пердунам Госдумы и Совета Федерации консультанты разъяснили, что если депутаты и сенаторы примут закон о войне с Украиной, то депутаты и сенаторы станут преступниками по статье 353 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеющие сроков давности статьи и предусматривающие 20 лет лишения свободы. Поняли, что происходит? Эти старые пердуны боятся всего, что может их связать с развязыванием этой войны с Украиной. Иначе невозможно объяснить такое наглое попрание законов высшим органам власти страны. А именно, идет война, гибнут военнослужащие России, а Федеральным собранием не принят закон, на основании которого военнослужащие России могут воевать и считаться солдатами России, а не бандитами.